Предприятие «Анрекс» в Вресте работает не один десяток лет. Специализируется на выпуске корпусной мебели. Компанию связывают деловые отношения со многими странами СНГ и ближнего зарубежья. Высокий спрос на продукцию есть, к примеру, в России, Польше, Литве, Казахстане и Азербайджане. Предприятие «Анрекс» основано в 1997 году в свободной экономической зоне. Основная работа предприятия – это производство корпусной мебели. Мы на сегодняшний день производим корпусную мебель и продаем как в Республике Беларусь, так и в ближнее и дальнее зарубежье. На предприятии работает 500 человек. Средняя заработная плата составляет больше тысячи белорусских рублей. С 2012 года на предприятии проходит масштабная модернизация. Время не стоит на месте. Уровень оборудования, технологии и компетенции специалистов должны расти с ним в унисон. Расширение площадей и закупка производственной техники создают рабочие места. В 2018-м «Анрекс» ввёл в эксплуатацию новый цех. Сегодня в нём трудится 120 человек. В 2019-м компания планирует расширить штат ещё на сотню специалистов. Может быть, в их числе будут и те, кто посетил предприятие в рамках прошедшего дня открытых дверей. Сегодня сюда приглашено, по-моему, из четырёх колледжей студенты, которые уже могут познакомиться с будущим своим рабочим местом. Им покажут, как устроено производство, какие здесь условия работы, какая заработная плата. И, естественно, это многих людей, многих ребят, молодых студентов сориентировать для того, чтобы в дальнейшем прийти сюда на производство. Представители учебных заведений Бреста и Кобрина приехало немало. Экскурсии проводились на протяжении всего рабочего дня. Учащиеся уверены, подобное мероприятие знакомства с производственными площадками очень полезно для определения дальнейшего пути профессионального становления. По моему мнению, они полезны. И мне очень понравилось, и очень даже интересно. Мы бы хотели здесь работать. Также в этот день «Анрекс» посетили представители вертикали власти и депутатского корпуса с руководством предприятия. Они обсудили условия труда работников и создание новых мест. К слову, с начала года на Брещене последних уже создано порядка 5000. До конца 2018-го цифра должна перешагнуть рубеж в 7000. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Телекомпания БУК-ТВ.